Правую руку всегда использовали для энергичных, трудных или тяжелых действий. Левую руку использовали для бережных и мягких действий. Согласно йогическому принципу, левую руку нельзя использовать для тяжелой работы, потому что левая сторона отвечает за сердечную функцию, и это не какая-то мелочь. Садгуру, я заметила, что в Индии есть своего рода предрассудки в отношении левой руки. Как будто она считается в некотором смысле неполноценной, и ее стараются не использовать. Мне бы хотелось узнать, в чем причина. Также я знаю, что левая рука связана с правым полушарием мозга, которая отвечает за холистический образ мышления, интуицию и другую деятельность подобного рода. Существует ли связь между сдерживанием левой руки и функционированием правого полушария головного мозга? Дело здесь не в сдерживании левой руки. Разные руки используются по-разному. Все индийцы опустили головы. Они не хотят, чтобы я говорил об этом. В прошлом не было эффективных дезинфицирующих средств. И левая рука использовалась определенным образом. Но дело не только в этом. Правую руку всегда использовали для энергичных, трудных или тяжелых действий. Левую руку использовали для бережных и мягких действий. Это не культурный аспект, хотя со временем это стало частью культуры. Согласно егическому принципу, левую руку нельзя использовать для тяжелой работы. Почему это так? Ваше сердце находится с левой или правой стороны? С левой. У некоторых оно расположено справа, но не у вас. Из-за того, что сердечная функция находится с левой стороны, если вы левша и используете левую руку для всех физически трудных действий, есть исследования, которые показывают, что левши в среднем живут на семь лет меньше, чем правши, потому что левая рука несет ответственность за сердечную функцию, а это не какая-то мелочь. Таким образом, левая рука не должна использоваться для энергичных действий. С точки зрения силы и баланса обе руки должны быть равны. Но в общем использовании лучше всего задействовать правую руку для всего, что связано с определенной физической нагрузкой или тяжелой работой. Левую — для более мягких действий. Для большинства действий, которые требуют равновесия, в индийской культуре принято использовать обе руки. Если вам нужно что-то получить... В Индии никто не протягивает руку вот так. Всегда делают так — используют обе руки. Если вы хотите что-то предложить, вы не передаете это так. Вы используете обе руки. Вы используете обе руки для всего, что требует равновесия, а для всего, что нуждается в физически сложных действиях, вы используете правую руку. Для некоторых других действий вы используете левую руку. Это понимание, основанное на наблюдении за телом определенным образом. Использование левой руки не активирует ни правое, ни левое полушарие мозга. Так это не работает. Иначе бы у всех левшей мозг бы просто взорвался. Но этого не случается. На энергетическом уровне, если ваша левая сторона активна, то возможно, что интуитивное измерение вашего мозга также становится активным. Мы знаем, что это возможно. Поэтому мы делаем много садханы для левой стороны. Если вы были в храме Деви, вы могли обратить внимание, что все сконцентрировано на левой стороне. Потому что в вас это ида, это пингала, это мужской аспект, это женский. Женский аспект требует совершенно иного обращения, чем мужской. Потому что основные качества мужского и женского аспектов отличаются по своей сути. Это не вопрос очень примитивно думать, что одно превосходит другое. Только примитивный ум способен мыслить так. Это вопрос не превосходства, а различий. Если вы не осознаете это различие, вы не будете чувствительны к жизни. Если вы будете пытаться все уравнять, вся чувствительность к жизни вас покинет. Вы должны осознать это различие. Но не стоит воспринимать его как дискриминацию. Различие — это просто различие. В них нет дискриминации. Сейчас мужчинам запрещено ходить в эту купальню. Это дискриминация? Нет, это просто различие. Так что левая и правая рука используются по-разному. Это не значит, что одна превосходит другую. Они различаются, поэтому их необходимо использовать по-разному. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.